История Помпеи Автор, сценарий и режиссер Марио Коста Оператор Анжел Лотти Композитор Марчелло Джумбини Таким был этот город 2000 лет тому назад Впервые имя Помпей упоминается римским историком Ливием В рассказе о событиях 311 года Мы не знаем, когда у подножья потухшего вулкана Везувия Был основан город Предполагалось, что он назван в честь рода Помпеев Город начал состроиться сразу Постепенно он разрастался и становился все прекраснее Во времена Римской империи Помпеи превращаются в процветающий город С оживленными торговыми связями Довольно развитой по тому времени промышленностью и высокой культурой Это был большой город Он насчитывал 20 тысяч жителей Его общественным, религиозным и торговым центром Был форум, городская площадь Храм капиталистской триады римских богов Юпитера Юноны и Минервы Замыкал площадь с северной стороны Возвышаясь во всем своем великолепии На фоне Везувия На западной стороне форума Находились самые древние здания Базилика и храм Аполлона Во втором веке до нашей эры Виталий проникает с востока мистические культы Среди которых только культ египетской богини любви и плодородия Исиды Был официально узаконен и для него разрешалось строить святилище Таков небольшой храм Исиды в Помпеях Сохранившийся до наших дней Неподалеку от форума находился храм Построенный по приказу Думвира Марка Тулия Слева видна триумфальная арка Украшенной бронзовой статуей императора Каллигулы От арки Каллигулы начинается улица Меркурия Улицы Помпей важные артерии города Одной из главных торговых магистралей города была улица Изобилия На которой ощущался напряженный ритм коммерческой и ремесленной жизни На этой улице всегда было людно и шумно Здесь размещались лавки, таверны, небольшие гостиницы Одной из основных отраслей хозяйства города Была выпечка хлеба Хлебопекарни снабжали все местное население И окрестные деревни Справа характерные для того времени мельницы Которые приводились в действие силами рабов На юго-западной стороне форума К центральной площади примыкает здание базилики Здесь заседал суд, выступали ораторы Заключались торговые сделки, встречались друзья В Помпеях был еще один форум Он располагался на высоком обрыве холма Здания, окружающие его, построены в древнегреческом стиле Среди них особенно выделялись Большой театр и Малый театр Адеон В Большом театре ставились различные пьесы А Адеон служил концертным залом для музыкальных выступлений За чертой города, вдоль дорог, находились роскошные виллы Среди них вилла Мистерий Она насчитывала 60 различных помещений Внутренний сад был размещен на квадратной террасе Чуть дальше вилла Диамеда С открытым обеденным павильоном и бассейном Большой интерес представляют жилые дома Где протекала повседневная жизнь горожан, знатных патрициев, ремесленников и торговцев Это дом Патриция Анкора Дом аристократа Пуглия Суллы Известный под названием Дома Фавна Из-за бронзовой статуи танцующего фавна Ансамбль дома занимал целый квартал Дом Фавна украшали скульптуру, мозаикой и росписи Отдельные помещения предназначались для женщин, детей и служанок Своим богатством в значительной степени город был обязан близлежащему порту Мы видим момент прибытия трехрядной галеры с посланником императора Громада помпейского амфитеатра, вмещавшего 20 тысяч зрителей, возвышается на просторной площади Из всех известных римских амфитеатров это самый древний Любимым развлечением зрителей были бои гладиаторов Субтитры создавал DimaTorzok Дома Фавна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подражая Риму, знатные люди Помпей устраивали пышные театрализованные празднества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром 24 августа 79 года нашей эры подземный толчок, сопровождаемый оглушительным крохотом, потряс землю. Это проснулся везунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В передней части форма колонны портика и пьедестала, на которых стояли статуи императора Павгуста, Клавдия и Нарона По обеим сторонам храма Юпитера руины двух триумфальных арок Прекрасная статуя бога Аполлона, стреляющего из лука, была обнаружена под портиком храма Аполлона, от которого сохранились лишь две крайние колонны Сравним то, что осталось, с тем, что было 20 веков тому назад От дома Панцы сохранился лишь внутренний сад, украшенный колоннадой Это руины здания трибунала, где в те времена около огромной статуи Августа собиралась судейская коллегия На перекрестке улиц Стабий и Изобилия стоит водораспределительный столб, по которому поднималась вода От храма Фортуны Августа сохранился лишь этот высокий цоколь А от многочисленных помпейских хлебопекарен остались только жернова Стабиевы термы – самые крупные и роскошные бани Помпеи Они занимали площадь почти в 4 гектара В центре термы располагается просторная палестра, спортивная площадка Она окружена с трех сторон крытой колоннадой Римская баня была местом деловых встреч, пилософских диспутов и спортивных игр Вид города сверху От башни Меркурия прямая дорога ведет к форуму Мощенная дорога с высокими панелями Это знакомая нам улица Изобилия Дома Фавна остался водоем и статуя танцующего Фавна На втором плане – колонны внутреннего сада В ряде случаев мы можем установить имя хозяина Среди владельцев домов были аристократы, банкиры, представители местного сената Дом Веттиев выглядит почти как прежде Перед нами роскошный сад Внутренний дворик с мозаичным полом и небольшим водоемом в центре В доме Веттиев хорошо видны фрески, имитирующие окна Росписи иллюстрируют древние мифы Геомет показывает прекрасный посефай деревянного быка На этой фреске Юпитер восхищается необычайной силой маленького Геракла Который душит двух змей Вдоль стен одной из комнат тянется роспись с изображением крылатых амуров и психей Она поражает красотой и изяществом Перед нами колесница, запряженная дельфинами Другой внутренний сад в доме Веттиев Был украшен маленькими статуями и фонтанами Навес дома Лорея Тибуртина Кажется построенным сегодня Слева канал, в котором когда-то плавали рыбы В глубине зал для обедов Полностью сохранился внутренний сад дома золоченых амуров В саду и сейчас множество маленьких ценных статуй и барельефов Усадьба Минандра была названа в честь знаменитого драматурга Минандра Портик в доме Юлия Феликса украшен четырехугольными колоннами Изящные колонны, но уже цилиндрические Встречает нас во внутреннем дворике городской виллы Расположенной на улице Изобилия Схватка диких зверей Роспись в доме Цей Секунда В гостиной дома Лукреции Фронтуна Мы видим портрет семьи его хозяина С фигурами Венеры и Марса На стенные росписи, очищенные от пепла Главное сокровище виллы Мистерий На стенах зала изображены ритуальные сцены культа Диониса Бога виноградарства и виноделия Действие развивается на фоне красных стен Расчлененных черными пилястрами Великолепно передана иллюзия движения Поражает чистота, многообразие и яркость красок Множество фонтанов украшали внутренние из богатых домов Трубы фонтанов скрывались в мраморных и бронзовых фигурках Макхов и Амуров Эти слепки выполнены из гипса, залитого в образовавшиеся пустоты Они с абсолютной точностью передают позу человека или животного в момент смерти Самая волнующая сцена представлена в саду беглецов Знаменитая дорога гробниц В Помпеях, как и в других античных городах Умерших хоронили за чертой города вдоль дорог Руины театра Пикколо Здесь хорошо видны места для зрителей От театра Гранде сохранилась лестница и передняя часть сцены Площадку для прогулок зрителей в перерывах окружала колоннада Недалеко от амфитеатра располагалась гимнастическая площадка для тренировок молодых спортсменов По лестнице амфитеатра мы сегодня можем подняться и взглянуть на арену, где когда-то проливалась кровь гладиаторов С вершины лестницы хорошо виден Везувий Сейчас он спокоен